Батареи холодные, отопления нет. Нам приходится открывать окна, чтобы проветривать комнату. Вода до сих пор у нас течет с потолка. Все капает, все залило при этом потопе. Во время ремонтных работ слесари управляющей компании «Парадигма» включили воду, но старые трубы в доме такого напора не выдержали и треснули. Залило сразу несколько этажей. По словам жильцов, потоп продолжался несколько часов, потому что сначала в УК никто не брал трубки, а потом, прибыв на место, они не знали, как перекрыть воду. Размер бедствия для каждой семьи впечатляющий. Мебель испорчена, электроника в стиральных машинках вышла из строя, пришлось сдирать линолеум с полов и плитку с потолка. Уже неделю жители дома Краснополянская, 48, пытаются просушить свои вещи. Я с вами села, мне здесь ремонт сделала, так нормально. Тут, когда вода потекла, вот там внизу у меня, видите, поставили вот этот хомут они. И там оттуда, смотрите, как водичка текет, я положила тряпку, я ее без конца выжимаю, прихожу, ставлю, выжимаю. Следствия решить проблему не могут, скидывают все на жильцов. Вчера пришел, я говорю, ну что, будете сварить? Неизвестно когда, у нас нету сварки. Я ему говорю, в чем дело, ну сколько же, ну ничего страшного, тряпочку положите, и она потихонечку уже текет, все. Здесь такое разрушение, здесь она же пойдет и плесень, и все. Кто это все будет делать? Типа своими силами все делаете. У нас нету денег, у нас нету средств на вас, собирайтесь и все сами делайте. Компания, чем она будет заниматься, я не знаю. Мы же сколько, мы же платим деньги, мы же честные люди, мы платим деньги. Куда это все девается, мы не знаем. Вопросов у жильцов к своей управляющей компании много, только вот ответы никто им давать не спешит. Люди рассказывают, что раньше при другой управляющей компании все было более-менее хорошо, а теперь вот из рук вон плохо. При этом добровольно парадигму они не выбирали. Говорят, что подписи их подделали, и вот теперь приходится мучиться. Мы собственники только в своих комнатах, а холл, кухня, это все парадиг. Мы за что платим вам деньги? Потолок рушится, все рушится от этой воды сырости. Вот как нам так жить? Помогите нам, пожалуйста. Вот только на помощь никто не торопится. Все открещиваются от проблемного дома. Теперь жильцам предстоит еще доказать, что именно УК виноваты в порче их имущества. То, что они поставили насос и не проконтролировали его работу, и что привело вот к потекам и к водопаду, который там был, то есть нанесен ущерб очень большому количеству квартир. Вот эту проблему они как-то собираются решать? Вопрос возмещения ущерба, к сожалению, к жилищному надзору не относится, и граждане данный вопрос должны решать в рамках либо досудебного, либо судебного разбирательства с управляющей компанией. Марина Романова, Вадим Шабанов, телеканал Волгоград-1.